Все, можно начинать. Все, мы в эфире. Все, можно начинать. Все, можно начинать. Все, мы работаем как с туристическими агентствами, так и с частными лицами, а также корпоративными клиентами. Вы можете сохранить контакты по QR-коду. И если у вас будут дополнительные вопросы или нужны уточнения по турам, мы с радостью ответим на них. Жду, пока сохраняете контакты. Продолжим. Также наверху есть ссылочка, переходите на наш сайт. Можно перейти и добавить закладки, если вам удобно. Все, продолжаем. Мы к ссылочке потом еще вернемся. На гибких условиях с учетом индивидуальных запросов заказчика, удобные формы взаиморасчетов за оказанные услуги, гарантия качества предоставляемых услуг. Наш принцип работы, мы работаем с людьми и для людей. Поэтому могу сказать, что наши менеджеры на связи с клиентом 24 на 7. Это, в свою очередь, дает возможность изменения маршрута или программы в получающие сроки. То есть мы очень мобильные. Пеликан СК является самым крупным туроператором в Кауде на Балкарии, собственным автопарком, включающим минивены, комфортабельные автобусы вместимости от 20 до 52 мест, а также внедорожники. Хочу акцентировать внимание на высоком качестве предоставляемых услуг. Это не какие-то хвалебные слова, свой адрес, многолетняя наработанная репутация, реальные отзывы наших туристов. В принципе, эти отзывы есть и в соцсетях, и на сайте, на Яндексе. Можно посмотреть. Немного расскажу вам, чем занимается наша компания. Мы организуем туры и экскурсии как по территории Кауде на Балкарии, так же и на территории Российской Федерации. Мы предоставляем трансферы. Мы можем организовать встречу ваших туристов, деловых партнеров или членов бизнес-делегаций в аэропорту и на железнодорожном вокзале и сопровождать в течение нескольких дней или недель для проведения каких-то мероприятий. Также мы занимаемся разработкой и организацией индивидуальных туров и программ. Индивидуальный тур подразумевает специальный подход к каждому конкретному случаю. От романтических путешествий на выходные до репоративных многодневных туров. Одной из положительных сторон заказа индивидуального тура является отсутствие привязки к туристической группе. Дальше мы занимаемся разработкой активных маршрутов. Отправляясь в путешествие, очень хочется провести его приятно и насыщенно, получив максимум удовольствия и впечатлений. Но часто возникает множество вопросов, в каком отеле остановиться, какие интересные места и достопримечательности посмотреть, в каком кафе или ресторане поесть, как и на чем лучше и дешевле перемещаться по региону и многое другое. Чтобы спланировать все это самостоятельно, нужен опыт и знание специфики региона. Можно сутками штудировать различные туристические форумы, пытаясь найти ответы на эти вопросы. А можно доверить составлению авторского маршрута профессионалам и при этом сэкономить свое время, деньги, а также нервы на непродуманную логистику. Также мы предлагаем туры выходного дня. Чтобы открыть для себя красоту Кавказа, ее богатую историю и уникальную культуру, совсем не обязательно на несколько недель уезжать до сотни километров от дома. Для занятого человека туры выходного дня – это отличный вариант путешествовать по России. Предоставление гидов и экскурсоводов. Очень часто к нам обращаются коллеги из других фирм, других регионов, которые приезжают на своем автотранспорте. Им необходимы только наши гиды. Такой вариант тоже возможен. Хотим акцентировать внимание, что все гиды и гиды-переводчики, с которыми мы сотрудничаем, прошли обучение и аккредитацию. Это сейчас немаловажно. Вы знаете, что во всех регионах ввели уже аккредитацию экскурсоводов. А также мы занимаемся организацией корпоративных туров, инти-билдинг-экскурсии. Внедорожные туры – это один из видов деятельности. Я далее о нем расскажу. Это для любителей, захватывающих путешествий по труднопроходимым местам и бездорожью. Это прекрасная возможность увидеть как можно больше достопримечательностей других необычных ракурсов. Отдельно хочу остановиться на таком виде деятельности, как школьные экскурсии и экскурсионные туры. Мы предлагаем огромный выбор детских экскурсионных туров для любого возраста. Как для учеников младших классов, так и для старшеклассников, подростков. Интересы у детей меняются с возрастом. И мы учитываем это при составлении программ. В нашем ассортименте имеются экскурсии на фабрики и производства, экскурсии в музеи, усадьбы, художественные галереи, посещение ферм и питомников, загородные экскурсии, однодневные туры по Северному Кавказу. Также можно организовать для школьников и с ночевкой программы на 2-3 дня. Многотирные туры, которые отлично подойдут для периодов школьных каникул. К слову, гиды и водители, работающие на школьных экскурсионных программах, имеют огромный опыт работы с детьми разного возраста. При бронировании экскурсий для группы школьников мы предоставляем им полный пакет документов и оформляем поведомления в ГАИ. А сейчас позвольте мне рассказать о моем любимом и родном доме Кабардино-Балкарской республики. Наш регион славится не только высочайшей вершиной Европы и России, но и фантастически нетронутой природой. Здесь точно можно отдохнуть как душой, так и телом. Хотите прогуляться по альпийским лугам, искупаться в минеральных источниках, полюбоваться умопромрачительными горными озерами. Добро пожаловать на Кабардино-Балкарию. И как нам добраться? Кабардино-Балкария расположена на юге европейской части России, на северных склонах центральной части Большого Кавказа и прилегающие к нему равнина. Граничит со Ставропольским краем, Северной Осетии, Грузией, Карачаево-Черкесией, Ставропольский край, Дагестан, Чечня тоже находятся территориально от нас недалеко. Поэтому, выбирая проживание в Кабардино-Балкарии, вы можете увидеть не только красоты нашей республики и охватить также ближайшие города и ущелья других республик. Есть несколько способов добраться до столицы Кабардино-Балкарии, в Нальчик. Так, вот мы даже на карте вам нарисовали. У нас есть авиасообщение, ежедневные вылеты в Москву и с Москвы. С 4 мая у нас запускаются прямые рейсы с городом Казань. Недалеко от Нальчика расположен аэропорт Минеральные воды. Два часа езды от нас и аэропорт в городе Беслан. Также железнодорожные пути. Железнодорожный вокзал в Нальчике принимает ежедневно. Поезд Нальчик-Москва. А также мы можем встречать ваших туристов. Железнодорожного вокзала города Прохладный, Минеральные воды, Пятигорск. И немножко расскажу вам о городах и курортах Кабардино-Балкарской республики. Кабардино-Балкария – это всероссийский международный проект туризма, альпиниста и горнолыжного спорта. Здесь действуют туристические базы, альплагеря, комфортабельные гостиницы. Горнолыжные трассы республики не уступают, а по многим параметрам даже превосходят всемирно известные трассы по уровню Западной Европы. Важной составной частью экономического потенциала республики является, конечно же, рекреационный комплекс, созданный на базе использования лечебных минеральных источников и уникальных природных условий. Город-курорт Нальчик. Комплекс Прель-Бруссия. Я более подробно дальше про них расскажу. Парк Делина Нарзанов. Голубые озера с Верхней Балкарии и Тесниной. Комплекс Бизенги. Это альпинистский комплекс. Чигемские водопады. И, конечно же, нельзя не сказать о парке экстремальных активностей Плай-Чигем. Где у нас единственный в России сертифицированный парадром России. Также у нас на территории обустроено два оздоровительных комплекса с термальными источниками. Это Ушигер и Гедука. Где можно не просто развлечься, но и поправить свое здоровье. Я не хочу занимать ваше время рассказом о более 250 экскурсий и комбинированных программах, которые мы можем для вас создать и предложить. Лишь обозначу, что мы занимаемся не только пакетными турами, но и на нашем сайте вы можете ознакомиться с графиком ежедневных сборных экскурсий. То есть это те экскурсии, которые проходят ежедневно и они состоятся, если не будет, конечно, каких-то природных аномалий, по которым мы не можем выезжать. На экране выше есть, еще раз напоминаю, ссылочка на наш сайт. Например, у вас 1-2 туристы, и для них накладно брать пакетные туры. Или они забронировали сами проживание, или помогли бы им забронировать проживание, и необходимо распланировать отпуск самостоятельно, без привязки к определенному руку. Тогда именно для них подходят вот эти предложения. Для тех, кто хочет полный пакет продукта, сейчас вам расскажу о самой популярной программе для знакомства с нашим регионом. Это программа тура «Привет, Павказ!». Заостряю на ней внимание, потому что это как раз и будет та программа, по которой мы будем проводить осенью рекламный тур. Стоимость включена проживание, транспортно-экскурсионное обслуживание и завтраки в отелях. Программа рассчитана на 5 дней, 4 ночи. Но все будет зависеть от времени прибытия. То есть очень часто группы приезжают утром, мы сразу их забираем и уже везем на экскурсию. Ну то есть все будет зависеть от того, куда они будут пребывать. Это будут минеральные воды, аэропорт, или это будет Нальчик, или железнодорожный вокзал. Первый день – это обзорная экскурсия по городу Нальчику. Такая экскурсия – это отличный способ ознакомиться с основными достопримечательностями Нальчика за короткое время. Этот маршрут подойдет тем, кто хочет завершить насыщенную прогулку. Объекты посещения – это мемориальная арка дружбы народов, которая открыта в честь 450-летия вхождения Кабарды в состав России. Площадь 400-летия – это центральная площадь города с фонтанами и мосттеатром. Соборная мечеть – это главный храм для мусульман в Нальчике. Это Жукинский парк, уличный музей артефактов, звездный камень, который посвящен людям, населявшим нашу республику, или отцветворяет его многогранность и крепость. Крортное озеро – конечно, поднимемся на канатной дороге. Как раз вот здесь изображена смотровая площадка со звука. Поднимаемся на канатной дороге и видим весь город как на ладони. Кафедральный собор Марии и Макдалины. Далее мы отправляемся в замок на воде, который называется Шатол Иркен. Это уникальное место, ставшее визитной карточкой Кабарды на Балтарской республике. Один из немногих замков в мире, построенный на воде посреди локотворного озера. Можем сказать, что это единственный замок на воде в России. Две секундочки загружается. Второй день мы отправляемся к подножию Эльбруса. Эльбрус является действующим, хотя и спящим вулканом. Это единственный в мире вулкан, который имеет две практически равнозначные по высоте вершины. Западную с высотой 5 642 метра и восточную 5 621 метр. Наш маршрут будет пролегать вдоль Баксанского ущелья. Самое большое, живописное и знаменитое ущелье Центрального Кавказа. Несколько раз пересекает реку Баксан и приведет нас к подножию Эльбруса. Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол в самом высокоборном селении в Эльбрусе. На поляне у туристов будет возможность подняться по канатной дороге. На вершину самой высокой горы России и при Европе и высота подъема составляет 3780 метров. Дальше при желании туристы могут подняться на ратракт еще выше. С верхней станции канатной дороги открывается чернующий вид на горы главного Кавказского хребта. За перевалами виднеется даже некоторые горные вершины Друзии, в том числе хорошо известная ампинистом гора Ужба. В программу экскурсии входит посещение горы Чигет, поляны Чигет. В программу экскурсии максимальная высота подъема на гору Чигет 3050 метров, с которой открывается прекрасный вид на Эльбрус и ледник Семерка, который также является, вот он у нас на картиночке есть, тоже является нашей визитной карточкой. Мы непременно посетим поляну Нарзанов, где вы увидите мощные Нарзанов и источники с обильно выделяющимися из земли углекислым газом. Здесь же можно полюбоваться настоящей Нарзанной речкой, но которая имеет необычный красно-оранжевый цвет. Вот поляна Нарзанов с этим источником. В третий день мы посетим два ущелья, Чигемское и Чирепское. Это очень насыщенная экскурсия, но очень колоритная. Живописной дорогой на высоте Чигемского ущелья мы едем и наслаждаемся видом водопадов. Чигемские водопады – это одна из главных визитных карточек Афганской республики. Расположены они в Теснине Чигемского ущелья, 54 километрах от Нальчика, недалеко от села Кушкасы. Пешеходная прогулка через Теснину Чигема даст прочувствовать ущелье, познакомиться с водопадами Чигема, которые миллиардами брызг падают в скал и образуют водопады. Вот здесь на нижней картинке – это весенние водопады, которые были на фотографии сняты на прошлой неделе. А вот так эти водопады – это Малый Чигемский водопад, и снизу на картинке вот так эти водопады у нас выглядят зимой. Экскурсанты познакомятся с Чигемским ущельем, и оттуда мы выезжаем проездом через окраин Нальчика, мы едем уже в Чигемскую Теснину. Чигемское ущелье. Экскурсанты познакомятся с уникальным голубым озером, которое является одним из самых глубоких озор в России, после знакомства с которым мы выезжаем к Теснине реки Чирек. Дорога в Чирекскую Теснину проходит по кругу дому, затяжному серпантину и тоннелю. На глазах туристов вырастают Ниганские горы. Вот она, картиночка Чирекская Теснина. Вдаль уходят горы главного Кавказского хребта, где внизу змейкой бьется река Чирек Балгарский. От увиденного просто захватывает дух. Приезжаем в селение Верхняя Балкария, где сохранились средневековые скорожевые башни, поселения, склепы. Верхняя Балкария – одно из интересных мест Центрального Кавказа. То есть помимо того, что это исторические достопримечательности, это еще и село, в котором до сих пор живут люди, работают и есть даже производство. В четвертый день мы выезжаем в сторону Ставропольского края, посещаем Пятигорск и Синдюки. Экскурсанты прогуляются по живописному цветнику, увидят знакомые локации курорта. Это Лермонтовскую галерею, Китайскую беседку, Эйлову арку, Грод Дианы, символ всех корабльных вод и, конечно же, знаменитого орла. Поднимутся на фонарной дороге к решению Машука. Насладятся панорамными видами и вспомнят о жизни на Кавказе выдающегося мастера слова Лермонтова, посетив место дуэли. Далее переезжаем в Есентюки, где туристы видят единственную и самую высокую в России статую Христа в полный рост. Прогуляются по курортному парку с фонтанами, скульптурами, тенистыми аллеями и историческими беседками. Засмотрят старинное здание механотерапии, где уже живут более 120 лет, действуют дореволюционный фитнес. Можно даже сесть и попробовать, как это все работает. Прогуляются по внутренним залам роскошной грязелечебницы имени Симашка и узнают все секреты лечения грязи с озера Тамбукан. Попробуют известные бренды минеральной воды, такие как Есентюки F4 и Есентюки 17, которые знакомы нам всем с самого детства. На следующий день у нас Железноводск и Кисловодск. Железноводские туристы увидят Пушкинскую галерею, Восточный дворец Эмила Бухарского, культурную композицию, знаки Зодиака и музыкальную беседку. Пройдут по каскадной лестнице и лестнице железных людей, посетят курортный парк с чудесным озером и островом Голливево. Кроме того, полюбуетесь соседними горами, такими как Бештау, Железная, Развал, Казбейка и Медовая. Уникальный почти альпийский климат, целебная вода, буйная растительность сделали этот курортный город любимым местом отдыха и оздоровления. Далее мы переезжаем в Кисловодск. И, конечно же, в первую очередь по программе у нас украшение этого города – курортный парк. Кисловодский национальный парк – это второй по величине парк Европы. На его территории расположены известные достопримечательности, как Клермонтовская площадка, стеклянная струя, Нарзанная галерея, Красные камни, Долина Рост, памятник Клермонтову, колоннада. Колоннада тоже является визитной карточкой Кисловодска. И на многих фотографиях и на многих открытках как раз и изображена колоннада. Мы также можем зайти и посетить на главную галерею. А для тех, у кого более продолжительный отпуск, есть программы более расширенные. Например, одна из таких – это программа на 9 дней после ночей – 49 тысяч. Также входит проезд, транспортное и экскурсионное обслуживание, проживание с завтраками, входные билеты в музеи, 15% комиссии агентства. Так же, как и по прошлой программе. Немножко пройдусь по маршруту тура. Туристы приезжают в Кабардино-Балкарскую республику. Один день мы проводим в Кабардино-Балкарии, на следующий день переезжаем в Северную Осетию. В Северной Осетии мы переезжаем в Ингушетию, в Ингушетию в Чеченскую республику. И основные, получается, 4 дня мы проводим в Дагестане. В Дагестане, чтобы не возвращаться по маршруту обратно. Если нет такого желания, мы можем сразу вылетать. С Махачкалы очень много рейсов стоят ежедневно. Сейчас я немножко расскажу вам о маршруту. Ну и, естественно, первая локация, это визитная карточка нашей республики. Это к самой высокой точке Европы. Ну, уже рассказывала, повторяться не буду, не буду занимать ваше время. Второй день – это Северная Осетия, Цейское и Алагирское ущелья. Ну, на наш взгляд, это самые интересные ущелья. Но в зависимости от времени года тоже можно менять на Куркатинское, Алагирское ущелье, Дегории и так далее. То есть все будет зависеть от ваших пожеланий. Сейчас грузится. Третий день мы переезжаем в Горную Энгушетию. Это страна башен и легенд. Тоже очень красивое ущелье. Башенные комплексы, Цейламский перевал. Но единственное, что зимой, когда гололед, сюда тяжело попасть. Поэтому тоже, если это будет зимний маршрут, будем уже регулировать в зависимости от погоды. Грузится тяжело презентация. Четвертый день – это уже переезд в Чеченскую республику с посещением Горного озера Кизиной-Ам. Это истинное природное произведение искусства и настоящая джемчужина Чечни. Все туристы, которые у нас ездят, они всегда в восторге от Кизиного-Ама. И рядышком с ним находится древний город Стражников – Хой. То есть по этим башенкам, переходам, комнатам можно пройтись, погуляться. Комплекс практически полностью восстановили. Тоже очень интересная локация. Приезжаем ночевать в Грозный. И помимо обзорной, маленькой обзорной по городу, мы застаем вечерний Грозный, который очень красивый именно в вечернее время суток. И туристы тоже останутся довольны. На следующий день мы переезжаем в Дагестан. В Дагестан мы едем через Сулабский каньон. Обязательно посещаем смотровые площадки, катаемся на катерах. По желанию туристов посещаем пещеру Нокию. И выезжаем в сторону горной части, в сторону Гимринской башни, Кранагайского водохранилища. Вот шестой день. Это уже у нас горная часть Дагестана. С посещением Великого Гуниба, Платома-Клас, водопада Тобот, Гоор. Седьмой день. То есть, естественно, мы ночуем в горном Дагестане, чтобы людям не было физически тяжело перемещаться. На следующий день мы посещаем Салтинский водопад. Гунибскую ОГЭС, Гамсутль. На восьмой день мы едем в Дербент. Естественно, также Дербент без посещения крепости Наранкала. Посещаем старые улочки города, девичьи вани. Гуляем по набережной и вечером едем на красивейшее шоу фонтана. Это, конечно, если мы попадаем в Лос-Седон, когда фонтаны работают. Уже и в апреле месяце запустили. И последний день после отдыха в отеле мы едем, смотрим ракетный экраноплан «Лунь» советских времен. фотографируемся, потому что очень эффектные фотографии и очень наши туристы любят позировать на его фоне. И едем в сторону Махачкалы. Обедаем и уже отвозим людей в аэропорт Махачкалы. Так, еще раз напоминаю, комиссия агентств 15% на такие туры. Так, ну, чтобы вы немножко отдохнули и поняли, о чем я говорю, сейчас мы вам включим видео. Так, я надеюсь, загрузится, но вначале у нас не подгрузилось. Так, давайте пока немножко еще расскажу вам, о внедорожных турах, а пока нам помогут подгрузить видео. Как я ранее говорила, так, сейчас я включу пока презентацию. Ага, все, получилось. Ага, все отлично. Отлично. Тогда я запущу видео. Вы немножко увидите своими глазами, как выглядят наши локации. И дальше продолжим. Горжи мчужины манят к вершинам, На бескрайнем приволье слились. Водопады и скалы так дивно Все увидеть, взглянув сверху вниз. Эту землю ничем не измерить, Почитая, как мать и отца. Для гостей здесь распахнуты двери, В каждый дом и людские сердца. Словно небо и земля Эти горы и поля И республика моя Неразделимы Словно небо и земля Эти горы и поля Как на ладони Бога Облака Не обозримы Нет других уголков на планете С красотою на тысячи миль Где-то глазково солнце всем светит И мечты превращаются в пыль Здесь чем крепче при встрече объятья Тем богаче и чище душа Все друг другу, как сестры и братья В этом сила так будет всегда Словно небо и земля Эти горы и поля И республика моя Неразделимы Словно небо и земля Эти горы и поля Как на ладони Бога Облака Не обозримы Словно небо и земля Все, мы теперь с вами продолжим Теперь вы немножко понимаете О чем я вам рассказывала И о чем расскажу дальше Сейчас я переключусь на презентацию Так, теперь я вам еще раз расскажу О внедорожниках Это захватывающие путешествия По труднопроходимой местности И берег дорожью И прекрасная возможность увидеть Как можно больше достопримечательностей Снового ракурса На территории Кабардино-Балкарии Огромное количество локаций Для джип-туров Я назову их Только несколько Но это самые топовые Это платок Аджол Сейчас я вам расскажу Немножко по точкам Это Цезильское ущелье Мы едем на платок Через Цезильское ущелье Невероятно красивое ущелье Очень зеленое Но есть вот такие Смотровые площадки У нас девушка была На своей предсессии Мы ее фотографировали Также посещаем и заезжаем Заброшенная радиолокационная станция Сама смотровая площадка И само плато То есть после такого ракурса То есть очень много Это то есть не все Просто все из-за выставки Не получается Очень-очень много красивых мест Следующее Это Джолсу Ну за Джолсу я думаю Что многие уже слышали Это нетронутый уколочек Кавказа Который находится рядом Со склоном Северным склоном Ильбрусом Любители активного отдыха Гор и первосадной природы Должны обязательно взять на заметку И посетить это место Уверяю вас Что Джолсу удивит Даже самого заядлого И приведливого туриста Ни один человек из Джолсу У нас не вернулся Чтоб не сказал вау Джолсу 14 негральных источников Его желают Для желающих полечиться Обустроен небольшой бассейн Для купания Его называют ванной Или купили Поступающий сюда назад Бурлит Из-за восходящих газов И имеет температуру 23-24 градуса За последнее время Там построили Но раньше был просто Палаточный городок В котором можно было Приезжать И в палатках Или в вагончиках Ночевать А сейчас Прям построили Глендинги То есть Можно Очень прилично Разместиться На ночевках Дальше Скальдная Грида Друга дракона И поляна Эммануэля Конечно И водопады Султан Водопадов Очень много Но Основной Самый Массивный Это Водопад Султан Это великолепный водопад Который имеет высоту 40 метров Очень бурный И шумный Полюбоваться на него И в каньон С речкой Можно Естественно С природного Калинового моста Нижний водопад Каракая-Су Или Черная скала Это мощный Водный поток Который не спадает Со второго уровня С высоты 25 метров И конечно Мы не можем Не спадать О водопаде Имир Который Счастья Самым Маленьким Водопадом Его высота 7,5 метров Также Очень интересная Локация Это Поляна Грибов Недалеко от тропы В сторону Немецкого Аэродрома Можно увидеть Открытые места Небольшими Каменными Образованиями Из Слежавшегося Вулканического Пепла Высотой От 2 до 5 метров Которые появились От эрозии Ветра И воды Глядавшие Камням Камням Вид Слоишек Шляпок И похожий На грибы Но это До Вот этих Грибов И до Немецкого Аэродрома Нужно Идти Пешком То есть Желательно Это делать Тур С ночевкой И уже После Посещения Основных Мест На следующий День Рано Утром Люди Идут Поход Но Одно Еще Один Из самых Популярных У нас Внедорожных Туров Это Кавказ И Гималайи Бизанги И язык Тролля Кулама Бизангийское Ущелье Одна Из Неприступных Цитаделей Большого Кавкада Природа Откроет Свой Секрет Это Гандиозные Голые Ответственные Скалы Узкие Тропы С насыпем Валунами Живописные Поляны Буковые Леса И горные Ручьи Язык Тролля Это Идеальная Смотровая Площадка Отсюда Туристы Наслаждаются Панорамой Верхней Балкарии Бизангийской Стеной А также Видно Пятитысячники Здешние места Не зря Называют Малыми Кимилаями Язык Тролля По-кавказски Это Не единственная Достоверимечательность Вреди Высоких Гор Неподалеку Находится Мрачный Замок Живокова Вернее Его развалина Вот о нем Ходит Очень Легенд И особенно У местных Жителей Одна страшнее Другой Но когда Вы поедете С нами На экстракт Уедут ваши Туристы Мы Расскажем Все Возможные Легенды Ватопад Тиженты Он очень Красив И он Расположен Вот он Как раз Он расположен У дороги Из Карасу В Безенги На границе Череп Безенгийской Теснины Ватопад Высокий Широкий И достаточно Симпатичный Рядом Есть небольшая Площадка Для остановки И спуск В гер По подружной От дворы Установлен Стих Павятник Местному Писателю Мичиеву Еще одна Локация На маршруте Это Высокогорные Качели С видом На Безенгийскую Стену Тоже Очень эффектные Фотографии После турецких Сериалов Наша молодежь Любит Делать видео И выкладывать В соцсети У нас есть Утвержденный График туров На внедорожниках Которые Вы видите На слайде Это Тазельское Ущелье Уштулу Платок Анжол Перевал Актопраг Флайчиген Безенгий Язык Тролля С исочниками Ушигер Водопад Джусу Еще раз Повторюсь Это основные Места Но у нас По запросу Спектр Выезда Очень большой Поэтому В зависимости От погодных Условий В зависимости От проезда Потому что Зимой Многие направления Закрыты Мы уже Можем подобрать Джиптуры Хоть на 6-7 дней На разные Маршруты Так Ну еще раз Скажу Мы осенью Организуем Рекламный тур По программе Привет Кавказ Это тур Я вам рассказала Немного ранее Описание Его тоже есть И хочу Сейчас Разыграть Бесплатное место В этом рекламном туре Условия Очень простые Я сейчас Задаю вопрос И кто первый На него ответит Получает сертификат На поездку В этот рекламный тур Более подробную информацию По рекламному Туру Мы разместим И на сайте И в принципе Если вы оставите Контакты Кому интересно Мы скинем Более подробную информацию Я думаю Что это будет Вторая половина Сентября Когда будет У нас В туристическом Будет Поменьше Работы И вы Сами сможете Вырваться Чтобы посмотреть Наши локации Готовы? Ответить На вопрос Жду Ответ На вопрос Какая Визитная карточка Нашей республики Является Самой Высокой Точкой России Какая? Григорий Григорий Ответил Первый Григорий Могу Ответить Сейчас Могу Ответить В личку Если Хотите Григорий Григорий Не забудьте Связаться С нами Чтобы Мы могли Вам Рассказать О Рекламном Туре Всем Спасибо За Внимание Ждем В гости Вас И ваших Туристов Нашу Республику До свидания Продолжение следует Продолжение следует